Неизвестный россиянам Seat Ateca пережил своё первое обновление. Между тем, эта модель очень важна для испанской марки, так как именно она играет на поле компактных кроссоверов, где сейчас больше всего клиентов. Дизайнеры предложили шестиугольную решётку радиатора, агрессивный передний бампер, а в задние фонари вписали динамические указатели поворота. Для тех, кто хочет видеть Ateca брутальным джипом, заготовлен внедорожный пакет, наполненный серебристыми вставками и увеличенными воздухозаборниками. В салоне, скроенном по немецким лекалам, обновлений, считай, нет. В рамках рестайлинга были доработаны дверные панели да рулевое колесо. Приборная панель перешла на электронные рельсы, а центральная консоль взбодрилась матово-серыми вставками. И, конечно, ни одно обновление сейчас не проходит без внедрения свежей медиасистемы. Новая голова понимает голосовые команды, а также поддерживает актуальные протоколы связи с гаджетами. Вдобавок рестайлинг стал поводом внедрить электропривод водительского кресла, обогрев лобового стекла и адаптивный круиз-контроль. Гамма моторов изменилась совсем чуть-чуть. Литровую турбо-тройку по неизвестной причине немного дефорсировали, а начальный дизель объемом 1,6 заменили двухлитровым, отдачей 115 или 150 сил. Все эти новшества должны помочь Сеату догнать своих ближайших родственников, ведь Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq продаются лучше, чем Ateca. Следом за Сеатом обновление досталось его заряженной версии, которая продается под самостоятельным брендом Cupra. Машина стала злее и агрессивнее внешне, а заодно примерила новый руль. У новой баранки есть пара крупных монеток. Левый лепесток перещелкивает режимы ездовой электроники, а правый заведует запуском и остановкой двигателя. Сам двигатель остался прежним. Это двухлитровая четверка, отдачей сразу 300 сил. Однако оптимизированные настройки заметно сократили время разгона до сотни. Чтобы мотор бубнил громче и эффектнее, в списке опций есть соответствующая выпускная система. Еще одна околоспортивная опция – мощные тормоза Brembo. У европейских продавцов Ateca под марками Сеат и Cupra появятся через несколько месяцев. В Россию же ни один из этих брендов приходить не планирует. Впрочем, родственные Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Audi Q3 у нас продаются. А что думаете вы? Расскажите нам в комментариях, жалеете ли вы об уходе Сеата из России? Или рынку хватит имеющихся моделей? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова